Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок А как? Опять мы сегодня поехали. У нас продолжается автомобильная эпопея. Ну, она вообще не эпопея, конечно. Мы просто анализируем рынок. Ну, да. Что происходит. Сейчас хотим съездить на Отокар. Это в конце Московского проспекта, где зеркальная фабрика. Саш, вопрос от наших зрителей. Вчера все-таки они не поняли, что же мы лично посоветуем. Надо везти свой автомобиль из региона или здесь приобретать, в Калининграде? Надо все-таки учитывать цены. Тем более, если кому-то интересно, у нас же есть все контакты. Вот Илья у нас хороший друг, занимается перевозкой автомобилей в Россию. Автовозом, да. Да, то бишь вы можете всегда посчитать, по крайней мере, вот недавно даже наши подписчики звонили, интересовались. Давай-то идем от ребятишек. И мы как бы обсудили тот факт, что если есть возможность догнать автомобиль до Москвы, а там оттуда можно будет его просто отправить. Из Москвы до Калининграда где-то в среднем 35 тысяч, наверное. Ну да, среднем 35-38, но это пока на данный момент, чтобы озвучивать. Да, уточняйте цены. Вот смотрите, если у вас есть возможность приехать до Москвы. Ну потому что, сами понимаете, что если вы будете переезжать в Калининград, то редко, когда есть прямые рейсы у кого-то напрямую в Калининград. Все поедете через Москву. Да, да. Или через Питер. Ну и по ценам тоже смотреть, да? Что отсюда нужно вызывать? Ну а по поводу автопрома, вы видели, что на самом деле неважно, за какую цену вы покупаете, за 400 тысяч или за 900 тысяч, да? Поддержанные автомобили, они примерно в том состоянии, в каком мы вчера показали. На самом деле, я вам скажу, что если кто-то хочет сравнивать с праворульными автомобилями, то если вы там степ-вагона своего продадите в своем регионе за 1 600 000, то, Марина, можете купить здесь Вианну за 1 100 000. Да. Такого же 2008 года. Но он будет другой. То есть немецкий автопрома, он другой. Он все-таки такой, знаете, для людей бизнес-класса больше. То есть японцы, они более экономные, особенно в последней модели. Здесь вот есть у нас, даже мы вызбранное добавили, чтобы для анализа продаются те же степ-вагоны, но они в среднем стоят 1 700 000, 1 800 000, 2 миллиона. Непонятно зачем. Но если у вас есть возможность продать там за 1 700 000, 1 800 000 подобный автомобиль, то, блин, 200% что вы здесь купите классную машину. Да, да. Да, еще можно по-выбирать. Ну вот поэтому и думайте. Заказать что-нибудь с Европы. Кстати, этот же Илья может помочь и растаможить на Калининградскую область. Да. Ну там есть какие-то нормативы, но это можно все узнать. Если кому-то интересно, пишите в комментариях. Мы напишем в контакте. Мы встретимся с Ильей, и он расскажет, что это и как. Еще раз. Да. Все, поехали. Мы поехали. Просто хочу снять небольшой такой... Эпизод. Эпизод, да. Потому что многие спрашивают, типа, ну что в Калининграде ничего особенного. Вот. В Калининграде много чего особенного есть. Ну и к тому же очень много и новостроек, и пятерок. Вот. Но... Советских постройки зданий много. И хрущевок, и литовские вот эти девятки страшные с ржавыми балконами. Они есть, да, присутствуют. Вот, кстати, смотрите, тоже в оригинале все. Вот и немцы вот в таком состоянии есть. А этот в таком. И вот через дорогу, вот видите, это тоже не тронуто все. Даже стены еще не штукатурены. Наличники такие еще немецкие. Вот. Но смысл не в этом. Просто этот дух надо вкусить чуть-чуть. Когда ты находишься здесь, чувствуешь вот эту обстановку. Вот они, видите, одинаковые. Это еще немцы все строили. Представляете, целая улица или целый район вот таких домиков. Да, одинаковых домов было. Так что, ну просто потому, что на самом деле такой дух все равно присутствует. Особенно, если вы приезжаете далеко из России. А вот так выглядят чуть-чуть уже... Уже более современные варианты тех же самых домов. Те же самые дома. Просто их маленько перестроили, переделали, достроили. Вот сейчас часть дома будет, вот видите, отреставрирована. А часть будет вот оригинальная. Потому что в одной части один хозяин, а в другой уже другой. Да, и вот видите, как сейчас по-современному сделаны ворота. Вот. И вот, а другая половинка, видите, полностью оригинальная. Сейчас здесь, знаешь, как красиво. Смотри, Мария. Я вот рассказывал, здесь сохранилась, вот видите, что вокруг входной двери. Сама входная дверь сохранилась оригинальная. И вот отделочная часть вот эта, это глазурированный. Это, бишь, это же кирпич. Бишь, это именно как плитка. А мне вот эти цветочки нравятся. Садик. Мы приехали 7 лет назад за домом, и так до сих пор дома не купили. По разным причинам. Сначала оказалось, что все это не то. Едем дальше? Да. Приехали мы, вот Токар, это Московский проспект 270. Ты еще скажи, что мы ехали на маршрутке. И во всех городах есть маршрутки. Но это не будет впечатления рассказывать. Да, главное, что с кондиционером проблемы у них. Ну вот, такой большой наборчик. Хотя здесь возле стеклоцентра открылась еще стоянка, где, скажи мне, там Ховард сейчас, скажи мне, автоцентр. И Митсубиси там был. А, Ниссан центр был. На их территории видно тоже авто с пробегом. Мы сейчас тоже прогуляемся, смотрим. Пойдем. Все пошли? Ну такой красивый вид. Ну. Ну не очень полная стоянка, мне кажется. Они позиционируют, что у них машины все проверены. Пойдем, вот там эти Кадиллака покажу. Смотрел его в мае. Он до сих пор продается? Ну, белый продался. В апреле ты смотрел. В апреле. В апреле? Да. Ну ладно, в апреле так-то апреле. Хотя мы вчера вот заикнули, что сейчас поставок автомобилей новых практически нету, я так полагаю. И все дилерские центры перешли на вторичный рынок. То бишь, занялись все трейдином, перепродажей. Вот. Вот это вот Кадиллак. Кстати, цена не изменилась. Не повысили, не понизили? Да, вот он. Миллион тридцать шестьдесят девять тысяч. Да, Прадик, смотрите, миллион четыреста. В 2013 год. Цена снижена. Шестой год. В принципе, для 120-го Прадика неплохая цена. А, снижена полтора сделали, да? Да, не видно только, что он. Бензин, дизель. Бензин. Четыре литра. Ну а что, нормальная машина. На Кадиллак миллион двести пятьдесят теперь цена. Да, мы пришли посмотреть. Вот здесь есть такой чудесный автомобиль японского производства. Да? Ну, правда, он не японского производства, но это собран в Америке. Subaru Forester. Это что-то у нас. Кабже. Хуже. Может, это все поцарапанное. Да, рестайлинговый. 599. Стекло водительское, все поцарапанное. Что мне попрали? Что там с арками-то? Что мне там это самое позиционировать? Просто интересно, продают машины? Как вам сказать? Может быть, у всех взгляды разные, с разных регионов. Ну, когда ты свою машину продаешь, у тебя к каждому жучку там... Цепляются, да? Цепляются там вот пузырик тут это. А когда ты видишь, что кругом все шпаклеванное, и такая цена... Удивляешься. И что самое характерное, это все продается со временем все равно. Да. Здесь все рассчитано на то, что... Пусть она стоит год-полтора, но она все равно продаться за ту цену, которую они хотят. Ну да. То есть придет время и придет покупатель, который захочет... А так-то, в общем-то, конечно, неплохо. Думаешь? Ну вот, смотрите. Bits 90. Ну, это, конечно, Yaris 2007 года. 449 рублей. Да, и цена есть здесь. Чем самоугодно можно поменять авто и еще купить его в кредит. В этом тоже, наверное, какой-то плюс есть, нет? Ну да. Ну, то, что здесь автокредит есть такой. Еще у многих автомобилей указано, что при покупке в кредит скидка. Ну, им же интересно продать. Да. Протиснулась. Я протиснулась. Вот тоже неплохие, да? Вот смотрите, B-класс, 11-й год, 799 рублей. Да. 7 тысяч в месяц, если в кредит. Но опять же, если есть первоначальный взнос, там на это тоже, наверное, указано от какой-то процент, да? Я не знаю, что они считают. Хотели зайти еще вот в Ниссан Центр и Хавала. У них здесь такая достаточно большая стоянка автомобилей с пробегом. Пасковский проспект, 258. Да, там вот чуть дальше еще одна стоянка. Только я так не понимаю, это отдельный вход или что? Не знаю. Может быть, там не продаются? Вот, видишь, написано, автомобиль с пробегом. Да, не знаю. Ну, похвастай, если хочешь. За 140 рублей доехали, чтобы... 158 рублей доехали от Московского проспекта до музея Янтаря. Вообще, на маршрутке дороже 60 рублей. Халява. Пойдем, Олень, пройдемся. Просто нам что-то уже надоело, это автомобильная тема. Мы решили чуть-чуть погулять. Помнишь, вот здесь мы поставили свою первую машину? Ну, в Калининграде, на нее упал этот арейх. Помнишь? И была хорошая вмятина. И больше мы машины под каштан не ставим. Да? Да. Конечно, все так уютненько, как всегда, да? Ну, вот, все-таки таксисты, что-то их не понять. Кто-то говорит, что больше туристов в этом году, кто-то меньше. Нет, ты спутал с Владивостоком. Во Владивостоке туристов больше в несколько раз. А в Калининграде, к сожалению, все говорят... А вот смотри, куда перенесли эти янтарьные лавки-то. Ага. Поняла? Ну, у тебя прям масса возможностей. Да. Да. Всеми любимое верхнее озеро. Слушай, а если мы вот так пройдем, есть вот так туда? Есть, только как ты лучше хочешь? Туда. Есть пустой. Туда-туда, туда хочу, я хочу в частный сектор. В частный сектор? Что я тут не видела на верхнем озере? Хочу туда. Пошли. Кукольные домики посмотреть. Кукольные... Дома не видела, да. Ты сейчас спустись на меня посмотреть. А ты выключил? Ты что, хочешь посмотреть кукольные домики? Да. Пойдем. Ой, как хорошо здесь синючки. Сегодня очень жарко, 30 градусов. 30 градусов? Да. Вот, кстати, здесь им прям самое место, чем они вот лавки эти стояли. Да, да, да. На улице, да? Угу. Ой, как хорошо. Попадаешь в Средневековье, да? Думаешь? А что, нет? Смотри, какие стены булыкники. Это же все построено как раз в те времена далекие. Слушай, мы здесь уже тысячу лет не были с этой стороны. Так я тебя поэтому и повела здесь. Всегда идем по стороне парка, юности, туда, Меркури. Вот, а здесь мы сейчас с вами дойдем до Пушкина, да? До Долстого. Вот какие красивые булыкники, смотрите. Охота прикоснуться и вкусить. Пытаются расписать. Давай, внешне здесь. Мама! Ну, вот, я думаю, посредитория, ну, венитаря музея. Музея, да. Клумбочки какие красивые, смотри. Да. На балкончиках, видишь, какие? Придают такую цветность. Цветность такую. Знаете, у нас еще голова немножко плавает, все-таки не в своем времени, восьмичасовая разница сказывается. Вечером в пять-шесть часов уже ходишь такой, знаете, полусонный. До восьми тянешь. С другой стороны очень удобно. В девять часов дети ложатся сами по щелчку. В восемь вчера уснули. Да, старшая вчера сказала, папа, у меня палец устал. Типа, как это, листать на планшете. Не знаю. Я говорю, так выключи его и спи. Вот, в пять утра встают. Березки так прям по-нашему, так все, да? Очень удобно, когда велодорожка не примыкает, пешеходная, как раз вот так через лазончик. Идет рядышком. Рядышком, параллельно. А гуляешь спокойно. Ой, какие цвета красивые. Ой, как здорово. Вы представляете, мы с собой привезли Владивостокскую герань. Да. Высадили вчера, засадили все горшки. Теперь надо ее немножко... Оживить. Оживить, потому что у нее стресс. После перелета тоже. Не только у нас, да? Еще можем подкинуть камеру, получится квадрокоптер. Не надо. Нет? Нет. Слушай, ну пока, вот как я и говорил, все же печенье заклаживаю. Ну, смотрите, какие красивые. У меня приказа читается. Красивые петунии. Смотри, какие. Это вот, это бабочки герань. Кстати, вот красная, видишь? Только она так разрослась. Да, да, да. Свисающая. Да, да. Помнишь, она была. Зачем, вот тебе солнечная сторона. Смотри, как цветы хорошо. А у нас бабушка прячет их в тенек куда-то. Ну, у нее тоже хорошо растут. У нас у бабушки целый цветник. Она там фиалки развела много. Разных сортов, разных цветов. Очень красиво. Саша предлагает все-таки сделать, как вот у нас в квартире на Невского, нашей, мы делали такие выносные, как назвать-то, ограждения, что ли, прям на каждом подоконнике. Помнишь, Саша? Ты делал сам. Ну, да. И выносили туда цветы. И они у нас шли сквозь все комнаты и потом вокруг балкона очень красиво было. Надо было взять напрокат вот катамаран, доплыть и там его бросить. Нет? Нет. Так что, дорогие друзья, вы не бойтесь, прилетайте в Калининград. Мы же прилетели. Никакой войны здесь нету пока. Магазины полные. Мы вчера были в магазине, как всегда, первое время после Владивостока ходишь по калининградским магазинам. о, сколько! Кажется, все очень дешево. Да? Начни с этой, с тетради. Тетради? С тетрадями беда. У кого школьники знают. То есть сейчас обычные зелененькие тетрадки, 12 листов, в клеточку, в линейку. Если белые, белые именно листы, то 10, 15, 19 рублей за одну тетрадку. А если серенькие такие листочки, то 5-6 рублей. Напишите, сколько в ваших регионах. Нам даже интересно. Угу. Да. Вот они, красивый район. Этот курортная улочка. Это вот новостроимый как-то у них снимали. Там же таунхаусы и многоуровневые квартиры. Да, тамхаусы. Но они тогда были дорогие, а сейчас, наверное... Сейчас вообще, наверное, неподъемные. Золотые. Так, иди по пешеходной дорожке. Слушайте. Ну что, давайте закончим уже. Ух ты, какой красивый. Я хотела сказать, слушайте, я немножко что-то ошарашена была. Девушка в топливе загорает на верхнем озере. Может, ты не девушка? Девушка? Я специально посмотрела. Да. Наверное, не местные. Как всегда пишут наглые туристы. Ладно, хороший сегодня был, получился денек. Маленько погулялись, снимали. Мы идем сейчас домой. Если будет что-то еще интересное, то вам покажем. Всем пока. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok